всем привет с вами снова андрей канал серверок ну что хватит тянуть резину пора уже террасу ставить да немножко я затянул резину тут то 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 это то чеснок то дни рождения то еще какие поездки куда-то залил я уже фундамент как вы видели он у меня шпилечки тут такие торчат шайбочки сейчас меня будет больше такие пластиночки только что юра звонил сказал сделает мне побольше под размер там провод вытянутый кабель кабель тут розеточку где-то в террасе на по-любому поставлю может какое-то освещение у меня там для освещения тоже там есть провод один выведены как бы для фасада ну в общем да очень все коммуникации тут у меня подведены кроме и кроме как и канализации они она при желании можно и канализации врезаться у меня канализации идет он сюда если что я могу просто здесь в копаться и сделать канализацию но это я шучу да чтобы не росло ничего у меня тут хотя у меня тут и песок принципе расти особо не должно ничего я постелил геотекстиль у меня 8 метров я купил то где-то 18 метров запасом осталось да там меньше это где-то 80 центов было за квадратный метр геотекстиль так немножко его закрепил местами а такими дюбелями которые для фасада такими туда-сюда потом я думаю потом немножко чем-то присыпется какими-то галька может быть подкидая под по краям вот здесь я уже экспериментальный поставил так что все покажу да вот эти все высоты я принципе выставил уже 40 сантиметров ниже моего уровня потому что вот это вот этот как-то тому называется тавровые не тавровые в общем дрэги 20 сантиметров он шириной так ширина длина 8 20 сантиметров а у меня получится здесь несущие потом меня будет поперечины здесь но очень мы все равно все это увидите да сейчас я насверливаю я на отмечал отметочки здесь отметочки здесь у меня будет по центрам отверстия куда вот эта шпилька то будет ставать то есть точнее это эта балка будет ставаться на шпильку с пластиной и если что я там смогу подрегулировать вот эти все высоты там я не смогу подрегулировать высоты там у меня уже постоянно просто лежат там подкладочки там я там их там сбил тоже гвоздями все там как бы да и примерно каждые 45-50 сантиметров мне будет балки а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так 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 Антисептик Так Где отверстие? А вот это отверстие Так Сюда он встал А сюда он Он Тоже встал Так Все Отлично Ну сейчас я все их обратно Так они мне все помечены Третья, четвертая, пятая Да Поставлю Заправлю Импрегнант Наверное Попробую спреем Думаю Жидкий, надеюсь Нормально будет спреиться И как у меня фасадная краска Я думал, блин, буду спреем Спреить Нифига Там такая густота шла Он там что-то там вообще даже не цеплял Не взял Тогда этот фасадная краска Тик 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 Тих даже если честно не придумал как я буду их красить просто по одной или как-то парочку вместе ставить спрей чтобы все что вокруг распрыскивается чтобы лишнее ничего не улетала вообще написано на этой этикетке вот этот impregnant антисептик его надо его надо 8 часов утапливать на 8 часов либо если покраска в минимум три раза но мы это примем как рекомендация но не обязательно потому что у нас материал по-любому этот обработанный чем-то он не может быть не обработанный это профессиональные балки для опалубщиков я очень сильно сомневаюсь что они ничем вообще не обработаны чем залью взял какой-то коричневый честно даже не знаю как он получится там она много лет не будем запашок что-то знакомый а а а а а а а Продолжение следует... Хорошо очки одел, на меня полетело. Надо с другой стороны встать. Продолжение следует... Расход у него нормальный, тут жалеть не надо. Очень доволен я своим компрессором. Тут могла бы быть ваша рекламная пауза, продавцы компрессоров. Тихий такой компрессор. Но есть один минус, у него маленький объем. Маленький объем бачка и маленькая производительность. Ну и как бы этого следовало ожидать. Но вот мне даже на покраску в принципе... Не, ну если бы мне прям надо было бы как бы на продажу, что-то на производстве... Конечно, этого компрессора бы не хватило. Вот. Но я кайфую от того, что я... Вот если вы его слышите... А вы его не слышите почти. Ну он как бы у меня в сарае стоит. Но все равно предыдущий мой компрессор... Там, конечно, была производительность намного мощнее. И объем был там 50 литров. Но он там тарахтел так мощно. И плюс еще его трудно было запустить. Если погода близко к нулю уже, температура... То это вообще почти нереально. Там если плохой кабель питающий приходит у компрессора... Ну приходил раньше. То нереально запустить. Там нужно, чтобы было стабильное напряжение... Толстый кабель, чтобы не было падения напряжения при пусковых токах. Там конденсатор был нормальный, все было в порядке. В общем... Ну там я все проверял, как бы все расчищал. Но все равно, при низкой температуре он очень тяжело запускался. И постоянно срабатывал это тепловое реле. Этот зимой и летом одним цветом запускается. На мой объем вот так вот хватает вот этого компрессора. Он тихий, его не слышно. Вот это вот я кайфую. У меня вообще бздык на все эти звуки. Я люблю тишину. Ну, не даром я живу в лесу. Ну да, он такой... Я попшикаю, попшикаю. А я уже чувствую, что там давление чуть-чуть снижается. И немножко подумаешь, подождал. Сейчас опять. Но все равно пшик прыскает, как бы, да, когда маленькое давление. Типа менее интенсивно просто. Хм... Слишься... Слинь... 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 с маленьким давлением он еще и лучше прыскивает мне больше нравится просто как внук опрыскиватель для химии мне по сути чем больше тем лучше его капает да там помогает от всех вредителей от грибков там еще чего-то он защищает по максималке во всех стройматериалах мне кажется они у нас продаются так кажется у меня будильник все ребятки на этом я заканчивать буду мне пора в елгаву ехать принципы поняли может вечерком продолжу вторую серию может быть завтра вам еще что покажу прогресс так вот потихоньку террасу и строю сейчас я вот эти запшикаю приеду наверно сил гавы еще раз запшикаю второй слой с другой стороны там запшика как бы как я уже говорил он по-любому был обработан это я так решил дополнительно подстраховаться мало ли за какое-то время тут какие-то вредители начали жить ему какие-то грибки и так дополнительная защита вот влаги ну как бы прямых дождей тут будет мало по идее должно быть потому что у меня будет навес и это по идее должно быть защищено от дождей в общем от осадков может быть какой-то снег там завеет ну я думаю что мы будем вычищать это все это все дело все всем пока так собаки